Если вы хотите поиграть во что-нибудь по-настоящему крутое, то я рекомендую Blade & Soul. Это практически эталонная ММО в стиле линейдж, но с уникальной боевой системой и возможностью по-супергеройски летать по местным красотам. Игра весит довольно прилично, но она действительно того стоит. К тому же игра бесплатная. Ссылка в описании. Внимание! Ролик содержит спойлеры относительно некоторых сюжетных моментов игры Ведьмак 3 и её дополнений. Поэтому если вы её прошли не до конца или собираетесь пройти в будущем, имейте это в виду. Всем привет, с вами Ash King. Не знаю как вас, но лично меня при прохождении третьего Ведьмака очень сильно заинтересовали ведьмы из кривоуховых топий. Что они из себя представляют, кем были в прошлом, какими силами обладают и так далее. И после первой встречи с ними я надеялся, что в будущем нам представится возможность сразиться с ними и узнать новую информацию. Что и происходит. В этом ролике я решил рассказать всё, что о них известно из бестиария, вкладки персонажей, двух внутриигровых книг, хозяйки леса и та, кто знает, и диалогов с различными персонажами, а также поделиться некоторыми догадками и наблюдениями. Жители мрачной провинции Велен, так называемой Ничейной Земли, вот уже несколько сотен лет поклоняются трём могущественным сёстрам. Ведьмам, которых, тем не менее, эти самые жители зовут не иначе, как хозяйками леса или благодетельницами. Они считают хозяек меньшим злом, которые за определённую плату и послушание оберегают Велен от различных напастей, с которыми обычные крестьяне справятся не в состоянии. Некоторые жители настолько смирились с таким укладом жизни, что сознательно отгоняют от себя всяческие мысли о том, что хозяйки могут быть не такими хорошими, как о них принято думать. И да, ведьмы действительно оберегают Велен от некоторых опасностей и катастроф. Например, однажды они остановили мор, напавший на жителей Велена. Однако плата, которую они требуют с жителей этих земель за покровительство и спокойный сон, чудовищна, и даже без учёта их настоящего облика раскрывает всё нутро ведьм с кривоуховых топий. Дабы повествование не было сумбурным, для начала расскажу по порядку о каждой ведьме и о соответствующей каждой из них плате, взымаемой с несчастных жителей Велена. Простые люди дали сёстрам имена Шептуха, Кухарка и Пряха. Старшая из трёх сестёр была Шептуха. Она брала с людей дань человеческими ушами, которые те на живую должны были себе отрезать. Кривоуховые топи были просто усеяны отрезанными ушами, и через них, используя древнейшую магию, Шептуха слышала всё, что происходило на болотах и окрестностях вокруг них. Средней по возрасту, но первой по размерам была Кухарка. Она брала дань в виде детей, а раз в год на шабаш и взрослых юношей и девушек. Кухарка варила блюда из человечины, которые все три ведьмы потом жадно пожирали, а также магические отвары, благодаря которым все три сестры слыли бессмертными и были способны принимать облик молодых женщин. Можно предположить, что определённые ингредиенты для таких отваров брались как раз из людей. Младшей из них была Пряха. Она брила волшебный ковёр из человеческих волос, собранных в качестве дани с окрестных жителей, среди прочего при церемонии первого подстрижения. Через этот ковёр подданные хозяек могли обращаться к ним с нижайшими просьбами, так как лично в своём облике ведьмы показывались людям крайне редко, и увидеть их можно было лишь тогда, когда они сами того желали. А теперь предлагаю поговорить о происхождении хозяек леса. В игре описано несколько деталей из возможного прошлого ведьм, и что из этого правда, ложь или же полуправда определить довольно трудно. Здесь ситуация почти такая же, как с Гюнтером Одимом. Вроде и есть несколько теорий о происхождении, какая-то определённая даже кажется наиболее логичной, но истину узнать всё равно невозможно. Причём с самим Гюнтером у ведьм с кривоуховых топий общего намного больше, чем туманная биография, но об этом позже. Итак, в игре чуть ли не в каждом втором шкафу лежит книга под названием «Та, кто знает». В этой книге описана версия происхождения трёх сестёр. Согласно ей, матерью ведьм была Чёрная Мара, тот самый дух, заключённый в дереве, который по сюжету можно либо освободить, либо убить. Изначально именно их мать была властительницей Велина, хозяйкой лесов, но поскольку страдала от одиночества, то создала трёх дочерей из грязи и воды. То есть, по версии этой легенды, шептуха, кухарка и пряха – существа в прямом смысле слова «рукотворные», созданные с помощью древней магии, а не рождённой биологическим путём. Со временем их мать впала в безумие, а Велин начал утопать в крови. Тогда три сестры решили стать спасительницами этого края и взять власть в свои руки. Они убили мать в день жертвоприношения и похоронили её на болотах. Кровь же её, растёкшуюся по всей земле, впитали корни дуба, что стоит на вершине Арт Кербин, известной простым крестьянам как просто Лысая Гора. И с тех пор этот дуб приносит людям свои полезные и благотворные плоды в виде магических желудей. Но бессмертная душа матери отказалась покинуть свой любимый край, и сёстры заточили её под шепчущим холмом. Ведьмы в разговоре с ними отчасти подтверждают эту версию, и, судя по реакции, действительно считают дух Чёрной Мары неконтролируемым злом. Однако, ни сами ведьмы, ни дух в дереве не говорят о своём столь близком родстве друг с другом. Хотя то, что именно ведьмы её заточили, дух подтверждает. Предлагаю обсудить и гипотезы происхождения матери ведьм. Ну или не матери, ведь ничего точно не известно. Сама Чёрная Мара в разговоре с ней рассказывает, что когда-то была друидкой. Однако Геральт подвергает её слова сомнению, мол, он никогда не слышал о друидском круге Велена. Тем не менее, ближе к концу основного сюжета, когда Цири с Геральтом подплывают под ножи у Лысой горы, Цири говорит, что когда-то здесь был друидский круг Велена. Однако, несколько столетий назад пришли ведьмы, уничтожили его и объявили эти земли своими. Несколько сотен лет назад здесь обитали друиды. Но потом появились ведьмы, уничтожили Веленский круг и осквернили священный дуб на вершине горы. Сами же ведьмы про духа заключённого в дереве говорят, что она была той, что когда-то обманула смерть. Что можно трактовать, среди прочего, как то, что некогда это была смертная женщина, а возможно, действительно состоящая в круге друидов. Таким образом, ситуация запутывается и становится совершенно непонятно, действительно ли Чёрная Мара была матерью ведьм, и вчетвером они убили всех друидов на Арт Кербин. Или же Чёрная Мара вовсе не являлась матерью или создательницей сестёр, а была очень могущественной друидкой, постигшей бессмертие и стоящей во главе Веленского круга. А уже существовавшие на тот момент три ведьмы из зависти к ней убили её и распустили слухи о том, что она была страшной угрозой всему живому. Также нельзя исключать версию, что Чёрная Мара, именно будучи друидкой, создала с помощью природной магии трёх сестёр, которые в итоге решили убить мать и весь её круг, прибрав власть над окрестными жителями к своим рукам. Однако, как я уже говорил, ни одной из этих версий нельзя доверять полностью, как и той, что они были созданы магией, а не рождены естественным путём. Так или иначе, в вопросах истинности существования Веленского круга друидов ребром встаёт хронология появления Чёрной Мары и Трёх Сестёр. Действительно, давайте попробуем разобраться, сколько же лет им может быть и к какой расе они принадлежат, если таковая у них вообще имеется. Для этого обратимся к описанию ведьм из самой игры. В труднодоступных уголках мира живут существа старше людей, неизвестные ни чародеям, ни алхимикам. К таким созданиям относятся ведьмы кривоуховых топий. Никто не знает их настоящих имён, неизвестно и к какому роду они относятся. Ведьмы из Велена были столь древними, что помнили ещё первых правителей людей, а может быть даже прибытие эльфов. И тут мы уже можем начать делать выводы. Здесь нам дают понять, что первых правителей людей ведьмы точно видели. Люди прибыли на континент примерно 500 лет назад, о чём говорит король Веземир II в книге «Кровь эльфов». Соответственно, если даже предполагать, что будущие ведьмы были в числе тех самых прибывших людей, вскоре заселивших континент, то им по меньшей мере 450 лет. Учитывая, что тут могут иметься в виду не прям самые-самые первые правители, а и те, что были через поколения. Тогда можно допустить, что когда-то ведьмы были людьми и выглядели как прекрасные девушки, такими, как когда Цири встречает их на Лысой горе. Но со временем их отвары бессмертия превратили их в отвратительных старух. Однако, мне кажется, более вероятная версия, что они помнили прибытие эльфов, то есть уже жили к тому моменту. Эльфы, как и люди, являются пришельцами в этом мире и прибыли в него на своих белых кораблях примерно за 1500 лет до событий игры, во время сопряжения сфер. Доказательствами этому служит фраза Ярпина Зигрина из книги «Кровь эльфов» о том, что эльфы прибыли сюда за 1000 лет до людей, которые, в свою очередь, прибыли в этот мир 500 лет назад. А вампир Регис в книге «Крещение огнем» упоминает, что как раз 1500 лет назад произошло одно из сопряжений сфер. Говорил он эту фразу за 5 лет до событий «Ведьмака 3». Таким образом, по этой версии, ведьмам скребоуховых топий должно быть минимум 1500 лет. Плюс, у меня есть еще один аргумент в пользу этой версии. Испробовав кровь Цири, льющуюся из ее раны, ведьмы сразу распознают, что это старшая кровь и говорят, что ее вкус напомнил им их молодость. Старшая кровь? Кровь смутиянки. Вкус ее крови напомнил нам нашу молодость. Старшая кровь? Удивительная девушка. И хоть в отношении Цири термин «старшая кровь» многими употребляется больше в том смысле, что это кровь Лары Доран, ее предка эльфки, из-за генов которой Цири обладает всеми своими мистическими способностями. Тем не менее, старшая кровь означает в общем смысле «Кровь эльфов». А поскольку из контекста описываемых в книгах событий понятно, что ведьмы никак не могли пить кровь самой Лары Доран или ее королевских потомков, можно сделать вывод, что старшая кровь Цири напомнила ведьмам вкус крови эльфов, которых они пожирали в своей молодости, когда те полторы тысячи лет назад прибыли в этот мир, а людей здесь еще и в помине не было. Соответственно, эта версия исключает вероятность того, что ведьмы когда-то были людьми, и получается, что скорее всего они действительно неизвестные науке создания. Что насчет происхождения Черной Мары, то тут все еще невозможно сделать определенных выводов. Была ли она матерью ведьм и, соответственно, тоже являлась очень древним существом, или же была человеком друидкой, жившей всего 400-200 лет назад. Единственная зацепка это то, что когда Геральт находит кости Черной Мары в ее могиле, то отмечает, что кости не похожи на человеческие, что больше намекает на первую версию. Странные кости. На человеческие не похожи. Ну а теперь пришло время поговорить о способностях ведьм. Как можно узнать из бестиария, они владеют могущественной магией, но иной, нежели у чародеек. Их сила идет из воды и земли, а сами они связаны с краем, в котором живут. Таким образом, ведьм можно даже в каком-то смысле назвать существами хтоническими, олицетворяющими собой саму дикую природу Велена. Как вы можете помнить, ведьмы способны заключать со смертными договоры, которые они скрепляют особыми знаками, магией выжигая их на теле, как, например, это было с Анной, женой Кровавого Барона. Она носит наш знак. Она наша. Если вы помните, то Гюнтер О'Дим точно таким же способом скрепил договор с Геральтом, когда помог тому сбежать с корабля Афирцев. Дай-ка я тебе кое-что оставлю, чтобы ты обо мне не забыл. Что мы теперь союзники. Йеннифер, комментируя этот знак, говорит, что она не может его снять, так как это очень древняя и могущественная магия. Послушай, ты можешь что-нибудь сделать с этой отметиной? Эти символы... Это древняя могущественная магия. Я не знаю, как их устранить. А вспоминая, какими невероятными способностями владел Гюнтер, можно сделать вывод, что какая-то часть способностей ведьм проистекает из одного с ним источника, хоть ведьмы и очевидно слабее господина зеркала. Кроме этого, ведьмы, как и Гюнтер, способны с помощью ритуалов превращать одно существо в другое. Например, при определенном сюжетном выборе жена барона будет превращена ими в водную бабу, а расколдовать ее без последствий, увы, не получится. Гюнтер, в свою очередь, превращал одну женщину в пятнистого вихта, которого Геральт также может расколдовать. Ну и, скорее всего, именно он и превратил афирского принца в огромную жабу, когда Ольгерт в гневе неосознанно произнес такое желание. Вообще, как можно заметить, что гении, что Гюнтеро Дим, что хозяйки леса, всем им приписывается исполнение желаний, но зачастую в извращенном виде. То есть, они, прекрасно понимая, что имел в виду заказчик, тем не менее, издеваются над ним и интерпретируют слова дословно. Например, Анна скрепила с ведьмами договор, попросив у них избавить ее от ненавистного ей еще нерожденного ребенка. Она думала, что ребенок просто магическим образом исчезнет из нее, но ведьмы лишь привели ее к выкидышу, из которого еще и вырос отвратительный Игоша. Таким образом, ведьмы имеют некоторые сходства с довольно могущественными существами мира сего. Однако, как можно заметить из игры, ведьмы все же не настолько могущественны, чтобы их нельзя было убить тем же мечом, что выходит у одной лишь Цири. Они не владеют, подобно чародейкам, мгновенными разрушительными заклинаниями. Их магия основывается на наложении проклятий, ворожбе, предсказании будущего, подслушивании через отрезанные уши, краже чужого голоса и тому подобных вещах. Кроме того, ведьмы имели ментальный контроль над всеми тварями, живущими на болотах, в том числе над чудовищных размеров бесами. Также в их власти находились вороны, например, пряха и вовсе могла оборачиваться стаей ворон и таким образом перемещаться. Еще ведьмы обладали полиморфией, то есть способностью менять свой облик, оборачиваясь в их случае в прекрасных молодых дев. А еще, независимо от отсутствия убийственных заклятий, мгновенного действия, нельзя отрицать, что благодаря их физиологии, более массивной, чем у обычных людей, каждая из ведьм представляла довольно серьезную угрозу в ближнем бою. Ну и напоследок интересные факты. Ведьмина гора, носящая имя Арткербин, со старшей речи переводится как «Вершина ворона». Ведьмы были одними из созданий, с которыми в этом мире поддерживала связь Дикая Охота. В Тусенте есть место под названием Пещера Шопота. В ее описании рассказывается легенда, что когда-то здесь жила лесная ведьма Шептуха, которая отказалась варить некому рыцарю любовный эликсир, и тот за это сжег ведьму заживо. А после этого стал слышать шепот у себя в голове и покончил жизнь самоубийством. В оригинальной версии игры эта Шептуха и Шептуха из кривоуховых топий также называется одним и тем же словом. Однако мне кажется, что несмотря на такое совпадение имен ведьм в одной и той же игре, все же речь идет о какой-то другой Шептухе, так как к ведьме из кривоуховых топий ну никак не получается применить эту историю и тот факт, что несколько сотен лет назад она жила в Тусенте. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был Эш Кинг, всем пока!